Лучшие цены на Apple технику и аксессуары в магазине makov.net, ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple TM, и ребят, я все время нахожусь в поиске каких-либо приложений. Иногда даже ищу что-то взамен стандартным приложением, и в этот раз мне не понравились стандартные напоминания. Уже не нравится довольно-таки давно, и я хочу найти что-то такое бесплатное, но и интересное по функционалу. Я это нашел, это приложение ListBox, и о нем мы сейчас с вами поговорим. Переходим в приложение и попадаем на главный экран. Видим вкладку «Не забыть». К слову, у меня тут три вкладки, об этом я расскажу чуть позже. Если нажать справа сверху, получим доступ к изменению позиций и напоминаний, то есть можем их расположить как мы хотим, например, важную сверху, неважную снизу, или уже по желанию кто как хочет. Вторая вкладка у меня «Посмотреть», и третья вкладка «Идеи». Разумеется, можем в каждой вкладке что-то добавлять, какие-то напоминания, либо идеи, либо какой-то фильм или сериал, чтобы потом его не забыть посмотреть, и также можем добавлять вкладки, если этих мало. Делается это из настроек, видим, есть списки задач, не забыть посмотреть и идеи. Нужно нажать «Добавить список» и добавить тот, который мы хотим добавить, собственно говоря, и задать по умолчанию, который нужен. Имеется настройка таймеров, то есть можем настроить таймеры, во сколько они нам будут звонить и указывать, что мы что-то забыли сделать. Можем отложить напоминание на какое-то определенное время, на 5 минут, на 30 минут или на час. В пункте «Вид» можем изменить внешний вид приложения, это применить различные темы, также убрать или включить заливку, если это нужно, включить ночной режим, если мы все это используем, дело ночью, изменять шрифты, размер шрифтов, отступ, то есть настроить, так сказать, приложение и его внешний вид под себя. Далее идут различные настройки мелодии, то есть можем из списка мелодий выбрать ту, которую нам нужна для уведомлений, чтобы мы точно все услышали, далее сделать резервные копии, если нам это нужно, ну и, собственно говоря, так далее, там уже ничего интересного нет. То есть настройки простые, все как я люблю, их в принципе мало, но они нужны. Последнее, о чем я вам расскажу, это о том, как сделать напоминание. Нужно просто потянуть вниз, и мы получаем доступ к записи новой задачи. Можем набрать какой-либо текст на клавиатуре, например, «Incentive», и в поле над клавиатурой выбрать, скажем, цвет данного упоминания. По степени важности красный, зеленый, желтый, то есть тут уже ваш выбор. Также можем вставить что-либо из буфера обмена, нужно нажать справа по иконке, и видим, что все прекрасно вставляется. И также можем задать время, когда это нам все будет напоминаться. В течение 30 минут, часа дня, в течение недели, месяца, в какой-то точный день, утром, днем и вечером. То есть именно вот это вот, по моему мнению, киллер фича. Такой большой простой выбор времени, когда мне нужно что-нибудь напомнить. Я считаю киллер фичей данного приложения, и именно я выбрал его из-за этого. На этом, ребят, все. Ссылка на эту программу есть в описании к этому видео. Это приложение бесплатно в App Store, называется оно Listbox. А с вами был AppleTem, если тут впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, это очень важно. Не забывай яблочко. Пока!